Возьмем два стальных шарика от подшипника и постучим ими друг от друга вблизи от уха. Они издают странный чирикающий звук. Чтобы заняться его изучением, мы взяли шары побольше. Положим их на плотный поролон и с усилием ударим один на другой. Мы слышим все тот же звук, только более низкий. Чтобы посмотреть, как шары сталкиваются друг с другом, подключим их к источнику постоянного напряжения через резистор 50 Ом и снимем с него напряжение во время удара. Когда шары разведены, цепь разомкнута и напряжение на резисторе равно нулю. А когда шары касаются друг друга, цепь замкнута и почти все напряжение падает на резисторе. Отведем шары и ударим их друг от друга. На графике напряжения мы видим, что за одну десятую секунды шары сталкиваются друг с другом более 50 раз, и время между отдельными ударами становится все меньше и меньше. Под действием постоянной силы шары между ударами движутся равноускоренно, поэтому время между ударами равно удвоенной начальной скорости, деленной на ускорение. Скорость после каждого удара остальных шаров уменьшается из-за потери энергии на 4%. Значит, и каждый следующий интервал между ударами меньше предыдущего на 4%. А все вместе они составляют сходящуюся геометрическую прогрессию, какую мы и видим в нашем опыте. Теперь перейдем к изучению звука шаров. Многие думают, что звук, который мы слышим, возникает из-за вибрации шаров. Проверим, так ли это. Чтобы оценить частоту колебаний шара, надо скорость звука в стали, 6 км в секунду, поделить на диаметр шара 6 сантиметров. Получается 100 000 Гц. Это ультразвуковые частоты, не слышимые нашим ухом. Значит, звук формируется каким-то другим образом. Давайте запишем сигнал на микрофон и посмотрим на него. Мы опять видим последовательность ударов, но теперь нас интересует звук каждого отдельного столкновения. Чтобы посмотреть на него, растянем сигнал по времени. Характерный период равен половине миллисекунды. Значит, характерная частота слышимого звука составляет 2000 Гц. Как же формируется такая звуковая волна? Пока шары двигаются навстречу друг другу с постоянной скоростью, никакого звука не возникает. А в момент удара они резко меняют свои скорости на противоположные. При этом в окружающем воздухе возникает область пониженного давления между шарами и области повышенного давления снаружи шаров. Эти области и являются источниками звуковой волны, расходящейся от шаров во все стороны. А теперь мы сделаем опыт, который придумали участники сборной России, когда они готовили задачу «Чирикающие шары» для международного турнира юных физиков в 2014 году. Возьмем шарик для настольного тенниса, приподнимем его над столом на небольшую высоту, отпустим и запишем звук. А теперь прокрутим этот звук, ускорив его в 4 раза. И мы услышим звук, который очень похож на звук чирикающих стальных шаров.